Как же наши люди любят экономить? Это теперь не взвешенное решение, это стиль жизни. Беготня за акциями и скидками, где на 5 копеек дешевле, теперь вошла в привычку. Купил по большой скидке – повелитель мира. Купил очень дорого – неудачник. Но лучше бы люди применяли эти понятия к заработку денег, а не ко скидкам. Зарабатываешь много – молодец. Зарабатываешь мало – неудачник. Правильная и взвешенная экономия – это, конечно, хорошо. В акциях и скидках нет ничего плохого. Но если человек слепо начинает гоняться за акциями и скидками, где уместно и неуместно, это идет ему в ущерб. У многих людей даже вошло в привычку покупать ненужные вещи по скидкам. Просто потому, что на них скидка. Или купить больше, чем нужно, просто потому, что если покупаешь 3 вещи, четвертую дают в подарок. В результате человек глупо распоряжается деньгами и захламляет квартиру ненужными вещами. Некоторые могут возразить, мол, такое поведение у нас не от хорошей жизни. Да, все верно, не от хорошей. Но главная причина всех бед в том, что люди не владеют элементарными азами финансовой грамотности. Это и неудивительно, так как этом у нас нигде не учат. Дальше все закручивается как по спирали, и человек все больше и больше погружается в бедность. Ведь ту жизнь, которую каждый из нас проживает, мы создаем сами – эмоциями, убеждениями и мыслями. Как думаете, что человек к себе притягивает, когда носится за акциями и скидками, покупая продукт с истекшим сроком годности или с вот-вот истекающим? А притягивает он к себе денежные проблемы, лишения и еще большую нехватку. Хорошую жизнь так не притянешь. Человек в этот момент думает о нехватке денег, испытывает деструктивные чувства, а значит в его жизни будет все меньше и меньше денег. Они будут даваться ему с большим трудом и утекать сквозь пальцы. И чем больше человек будет думать о том, что денег нет, все так дорого, жизнь все дороже и дороже, а денег все меньше и меньше, тем больше он будет притягивать к себе проблем, бедность и так далее. Откуда взяться возможностям и новым источникам денег, если большинство мыслей направлено не на то, что надо? Откуда взяться новым идеям по поводу заработка, если человек ничего нового и полезного не читает? Мысли находятся в круговороте вокруг бедности. Когда вы заказываете еду у официанта, вы конкретно говорите, что хотите. Вы же не говорите официанту при заказе, «Знаете, вот это блюдо не для меня, и это не для меня, а на это блюдо у меня нет денег». В таком случае он бы вас не обслужил. Так зачем же вы говорите изо дня в день? Это очень дорого, я не могу себе этого позволить. Жизнь – это ваш официант. То, что говорите, то и получаете. И это не значит, что вам не повезло или жизнь вас не любит. Она просто дает вам то, о чем говорите. Еще очень распространенное явление в наших семьях – это свой огород как способ сэкономить. Практически все занимаются им не потому, что живут в деревне или им просто по кайфу ковырятся в земле, или они очень хотят есть чистые овощи. Нет. Таких меньше 5%. В основном наши люди содержат огород потому, что хотят сэкономить. Ведь купить 3 помидора в магазине – это капец как дорого. Я лучше спину надорву, таблеток и мазей накуплю, но на помидорах сэкономлю. А потом буду закатывать банки на зиму, да не просто на зиму, на 5 зим, чтобы потом не знать, кому бы их отдать. Такое поведение говорит о том, что человек ставит деньги выше себя. А себя он не ценит, не любит и вообще ни в грош не ставит свое жизненное время, которое уходит на выращивание и закрутку этих помидоров. Хорошо лишь то, что с появлением интернета пик этих времен далеко уже позади. Люди начали больше интересоваться своим финансовым благополучием. Но у большинства людей поколения 80-х крепко-накрепко укоренилась позиция жертвы. А к жертвам деньги не идут. Это написано во всех книгах по психологии денег, да и в жизни примеров сплошь и рядом. Деньги идут только к уверенным в себе людям, которые любят и ценят себя. Эти люди знают, что деньги нужно любить и ценить, но не преклоняться перед ними. Что же теперь? Деньги нужно разбазаривать? Жить на широкую ногу и вообще не экономить? Конечно же нет. Это другая крайность, которая также приведет к безденежью. Везде нужен баланс. Чтобы деньги шли легко и всегда были в кошельке, нужно тщательно работать с негативными убеждениями и вместе с этим изучать финансовую грамотность. Над своим финансовым благополучием нужно работать лично. Никто за вас, вашу жизнь не наладит. Деньги – это одна из самых важнейших вещей в нашей жизни. Мы имеем дело с деньгами чуть ли не каждый день. Так почему же мы так халатно относимся к знаниям о деньгах? Начните с простейших, но жизненно необходимых знаний о деньгах и постепенно повышайте свой уровень финансовой грамотности, начав изучать основы инвестирования. Мы помним слова из тысяч песен, некоторые песни знаем почти на память. А почему? Потому что мы слушаем песни на протяжении всей жизни. Но песни нам денег не приносят. Только представьте, как сильно вы бы себя прокачали в финансовом плане, если бы хотя бы 5% из всей информации, которую вы слышали за жизнь, составляли аудиокниги о финансах. Мы тратим 100% свободного времени на развлечения. Но действительно ли от этого становится жить веселее? Только вдумайтесь, каких результатов вы добьетесь, если каждый день будете работать над собой. Работать не работу, не развлекать себя сериалами и смешными передачами, не убивать время за играми, а работать над собой. И это касается не только финансов, это касается всех сфер жизни. Вас что-то не устраивает? Так измените это. Перестаньте страдать и жаловаться. Денег это вам точно не принесет. Действуйте! Редактор субтитров А.Семкин